Рад приветствовать. Здравствуйте. Знаете, тут ввиду этого указа о предотвращении оттока россиян, я думаю, можно отметить две вещи. Первое, в Кремле действительно признают, что из России бегут при первой возможности. И второе, в Кремле до сих пор не понимают, почему бегут молодые, умные, врачи, айтишники и так далее, профессионалы в своих сферах. Не понимают, что люди бегут от тотальной несвободы, бегут буквально от рабства и смерти. Правда ведь? Да. Нет, вы знаете, я бы не сказал, что они совсем уж не понимают. По-моему, они не настолько дебилы, они, по-моему, вполне отдают себе отчет, что вся политика государства от репрессивной до военной, от социальной до демографической, от экономической, хозяйственной до сферы правовой. Это все одно сплошное, один сплошной возврат к, в общем говоря, положению, при котором подневольные россияне являются в полном смысле собственностью государства. Вот прям в буквальном смысле. Не отвлеченно мы об этом рассуждаем, ну, на каких-то таких, знаете, абстрактных примерах, а предельно конкретно. То есть, они ресурс государства, неважно, бросают ли их на войну, должны ли они работать в оборонном секторе айтишниками, или же, так сказать, знаете, помните, в советские годы, не знаю, застали вы или нет, был налог на бездетность. Вот, сейчас скажи кому-нибудь, вот, если у тебя детей нет, должен налог платить. Ну, тогда он копеечный все равно был, учитывая низкий уровень доходов, вообще говоря, людей, но тем не менее. То есть, ты должен быть опоясан тысячами обязательств перед государством. Одно из них, ключевым, одно из ключевых является нахождение внутри границ, внутри территории России и невозможность ее покидания. Потому что выездные визы, то, что раньше называлось отделом выдачи виз и разрешения, авир, это как раз, ну, виза так вот, упрощенная, это разрешение было. Это как раз одно из ключевых, доминантных, так сказать, прерогатив государства распоряжаться твоим свободным передвижением при пересечении государственных границ. Ну, так сказать, внутренние вопросы регулировались пропиской, да, сейчас это называется регистрация, но до этого тоже дойдет, что вот просто так передвигаться в Москву, чтобы все ехали, да, создавая перекос, не надо. Там должны жить особо ценные члены общества. А вот за границу это вообще что-то приравнено к предательству. Человек, выезжающий за границу, ты же перестаешь быть контролируемым, понимаете, перестаешь быть собственностью. Ты можешь хоть в ЦРУ пойти, хоть, извините, в публичный дом, а это так нельзя как-то. Ты должен под контролем, всегда должен присутствовать некто, кто будет контролировать твое поведение вне пределов конвенциональной территории. И поэтому выезжать могут за пределы России только проверенные, особо ценные члены общества. Все остальные должны выходить внутри России. Да, ну и в этой связи, наверное, тоже указ Кремля, где запретили высокопоставленным чиновникам увольняться. Там некоторые губернаторы уже хотели подать в отставку, уйти, и им просто прямо намекнули, что за этим последует уголовное дело. То есть, ну, держать всех, да. Ну, безусловно, потому что, понимаете как, дело даже не только в ценных молодых людях, кадрах потенциальных для промышленности, для производства, экономики, но и в чиновничестве, в управленческом классе. То есть, увольнение приравнивают к измене родин. К измене родины, да, конечно. А из советского аппарата ты же не мог сам уволиться. Тебя должны были оттуда выставить или понизить. Или же вот совсем посадить, а то и расстрелять, как было при Сталине. Но сам ты никуда вообще уйти не мог. А с чего бы это? А зачем ты уходишь? Вот представьте себе картину, при которой человек приходит и валяется. Вы знаете, передумал работать, хочу перейти в дворники и так далее. В советское время это было немыслимо. Сейчас возвращаются все те же порядки. У них другого опыта нет, понимаете? Почему нынешняя система, олицетворением которой Путин является, это прежде всего чекистская система? То есть, нет партии как единого ядра этой политической системы. Она носитель идеологии. КГБ ведь никогда не отличалась вот этим первичным идеологическим началом с точки зрения капитализма, социализма. Вся эта марксистская шелуха их интересовала, особенно на позднем этапе, совершенно вторичным образом. А вот контроль государственный, этатизм вот такой, это первичный, безусловно, как-то так. Ты должен быть полностью по контролям государства. И опыта иного у них нет. Они сейчас возвращаются к этому ригидному опыту советскому и с авирами, и с призывами, и с государственной монополией во всех сферах. Ну, фактически тоталитарной системе, при которой частные свободы отсутствуют. Я это много раз прогнозировал, что интернет выглядит сейчас анахронизмом прежней эпохи, да, 90-х там, нулевых. И свобода выезда и въезда оттуда же, хотя это гарантированно Конституцией. Там это гарантирован принцип свободы выезда и въезда. Кто-то говорит, ой, вот у нас Конституция есть. Ребята, а в Брежневской и Сталинской Конституции были специальные пункты о свободе слова и еще о чем-то таком же. И что? Что они кого-то вообще смущали от троек и 58-й статьи, кого-то удерживали от преследований диссидентов. Да, то есть, почему, собственно говоря, вам приходит в голову оперировать к писаному праву, которое вообще никакой роли в этой системе не играет. Это просто фасадная такая, знаете, избушка на курьих ножках, как Потемкинская деревня. Поэтому, ну, будет это в Конституции лежать, не будет это, не будет там нормы видоизмениться. Какая разница? Никто по закону не живет. Знаете, а еще я хотел бы отметить, как отстраненно звучит причина оттока россиян вот в этом путинском указе. Я процитирую. В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения Российской Федерации за рубеж. То есть, понятно, что в Кремле не скажут, что люди побежали за границу из-за бессмысленной убийственной войны Путина и ее последствий. И они, кстати, тут даже свое так называемое СВО, спецоперацию, не упоминают. Называют ее изменившимися социально-экономическими условиями. Ну, это казенный язык, с одной стороны. Они в указах всегда подходят нетворческие. То есть, как набор стандартных выражений, не более того, это лексика, это казенная, бюрократическая. Но, безусловно, констатация та, что у них же все хорошо. Операция идет по плану. Мы, говорит, справились с давлением Запада санкционным. У нас тут рост экономики. Ну, вот эта вся вот брехня, которую они постоянно продают. Поэтому, ну, указ, он, может быть, не место для таких вот разглагольствований, попыток чего-то объяснять. Но констатация эта, она, безусловно, очевидная, что люди поехали. Я вам больше того скажу. Вы знаете, даже из тех, кто остается, ну, ведь абсолютное подавляющее большое слово, поставь их перед выбором уехать или остаться, если бы были возможности. Материальные, там, ну, всякие другие, там, бытовые, языковые и тому подобное. Но, я вас уверяю, большинство даже из тех, которые демонстрируют лояльность и рассказывают сказки про, там, неповидимость России, они бы тоже при таком выборе бы решились бы и уехали, безусловно. Понимая где-то на мозжечке с задним умом, что, значит, благополучная жизнь, она совсем не в России. Поэтому там социологические опросы по этому поводу проводились. И даже в среде, которая считается, ну, ватной или, там, лояльной, там, больше 50 из-за скаливающих процентов, что они немедленно бы снялись бы и уехали. Понимаете? Больше 50. Много больше 50. То есть, люди все равно, несмотря на то, что они разговаривают ртом пропаганды, то, что им внушили, то они и повторяют. Они все равно понимают, где благополучие, гражданские права, где хоть какое-то перспективное будущее для своих детей и так далее. Так что, а удивительно ли, что, смотрите, как на Западе, какое количество снимается, едет всех этих сторонников бессмертных полков, российского СВО, значит, могущество прежде Советской, а теперь Российской империи, там, и так далее. Откуда они все поехали? А что вы поехали? Ну, так, логически спрашивайте. Если вы так любите Россию, так оставайтесь вместе. Кто вас держит? Оставайтесь и живите там. Вот и все. Поэтому, конечно, как это, своя рубаха ближе к телу. То есть, когда речь идет о собственной заднице, так они с удовольствием предпочитают, значит, на благополучный Запад. Сплавятся и оттуда, на расстоянии, как говорится, со слезами, значит, капающими водку иностранную, значит, вспоминать ностальгию о Россиюшке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok